Всем привет! Легенда. Я еще поставил мод на показывание вероятности. Не знаю, как он будет работать. Режим обучения. Может, фракцию другую поставим? Чем мне жнецы помогали? С ножами жнец хорош был, да. Хорош. Воу-воу-воу! Теперь это точно победа. Что послужило причиной проигрыша? Но мне почему-то кажется, что причиной проигрыша в прошлый раз послужило отсутствие довольно хорошего количества ученых. У меня был всего один ученый. И я очень сильно отстал по технологиям. А вторая тема — это отсутствие ресурсов. Вот. Да-да-да, Дэйн, ты сейчас самый первый трай. Я не знаю, что ты там смотрел, но у нас самый первый трай. А, с проникновением 0% дает не только Т3 юнитов, но и увеличение статов. Если ты не хочешь адвент в самом персонале, то лучше не идти. Понятно. То есть все-таки мое предположение глобально оказалось... Надо, будем смотреть. Надо еще поработать получше над разведданными, я думаю. То есть над людьми, которые работают на разведданных. Потому что так мы, по крайней мере, повышаем вероятность... Повышаем вероятность... Своевременного обнаружения. Но я помню, у меня даже там 12 человек стояло, блин. Ага, вот там первый пак. Я специально провоцирую, чтобы они меня увидели. Да, увидели, хорошо. Первая миссия. Make up the boat. О, сразу одного уложили. Но двух других не увидим, кстати. Максим, это дрон вылетающий сейчас получит у нас. Куда ты стреляешь? А, нет, смотрите, по командирующей пятерочку. О, минус командир, очень хорошо. И по верхнему даже, да ладно. Ой, молодцы. Да что? Просто только дрон остался, лол. Молодцы, ребят. Просто молодцы. Я попробую жнецу выдавать экспу, потому что... Амуницион! Амуницион! Блин, я даже этого дезориентирую. Чтобы получить сюда гренку на троих, будет очень неприятным. Жалко, дальнего не удается никак. Потому что сейчас по фулл каверу будут стрелять дальний. 38, в принципе, неплохо. Адвокат-то, он точно получается. Если бы все попадало. Закидываем дезориентацию на двоих еще. Но упырь справа будет сейчас действовать. Вот 100%, блин. Полноценно причем. Будет обходить, фланговать. И вопрос, кританет, не кританет. Что за выход такой странный. Даже не этот меня интересует. А вот справа, чувак. С этими, ладно, мы гренки разберемся, фланганем. И даже не сектует меня интересует, понимаете? Хотя неприятный сейчас будет. А вот этот флангующий, выходящий сюда и... Не, он не флангует. Вот дурачок. А мог убить. А сейчас, правда, может убить. Нормально, живем. Там у меня ханкер даун был. Ееее! Живем! Опа! Опа! Да, я фланг подставляю, но я таллы собираюсь убивать. И еще лутецкий. Красава! Попробую. Ну, 50%, ну. Ай, молодец. Все равно лута не было. Сектоидика 76. Бак! Мы никого не потеряли, весь лут собрали, да, из-за ранения, но для начала игры это не критично. Вот эти вот все ранения. Они как что-то нашли. Шесть дней снабжения. Ну, где инженер-то, ёппер, СТ? До определенного уровня бдительности или степени угрозы. Потом надо все равно в конспирацию ходить. Ну, я сейчас пытаюсь найти компромисс между этими двумя предыдущими троями. Четыре объекта. Эвак. Бежим по лесу, ниндзя впереди. И мы сразу видим дроны. Будь он неладен. Ну, то есть, по сути, надо его пытаться ломать с низкой вероятностью и бежать вперед. 32, ну, пофиг. Не сломали, повысили защиту. И сейчас понесется. Да я уже готов заново начать из-за упущенного инжа, потому что, ну, это... Поэтому буду действовать... Агрессивнее, чем обычным. Информация работает. Да, сейчас еще ниндзя выходит. Ну, вот это вот глупость, конечно, полная, которую я сделал. Сейчас мне не будет более-менее безопасного способа двигаться вперед. То есть, я буду лезть просто и пулить. Ээээ... Ноль процентов. Это, видимо, какой-то баг работы. Очевидно. Соответственно, отстрелим его с высокой вероятностью. Кто их считает, да, говорит? Отродье врывается. Может кого-то спулить. Но мне все равно нужно по этой карте действовать активнее. Ах ты, смотри какой, а! Ну, погнали. Времени мало осталось. Так, ну они уходят. Это, в общем-то, шанс сначала нам собрать... А, у нас там и ВАК. У нас там и ВАК. Нам все равно с ними надо будет сражаться. Просто сейчас вместо того, чтобы ждать их там, когда они придут, мы можем довольно шустро собрать набор ресурсов Адвента и готовиться к ВАКу. Ну и сейчас выходить надо на них будет. Двое обычных, два дрона. Два дрона мне, конечно, могут пооглушать дофига народу, но... Че ж делать? Протокол блокировки врывать пробуем одного дрона. 92% раз. Изи. Номер один. 80%. Хорошо. 69. 100% нож. Но тут только критом мы его убиваем. А, нет. От кровотечения он тоже умирает. Ну и все. Соответственно, ниндзя убивает ну или не убивает код сайт этого. А там Дмитрий Михайлов помогает, если что. Да ты что? Тут что у нас? 99 давай. 99 убиваем так. Собираем так. Собираем так. А че ты не собрал? А, ты дезориентирован, ты не имеешь. Возвращаемся, возвращаемся, возвращаемся. Моя задача глобальна. Та же самая. Выполнять все миссии, которые были. Внимательнее смотреть на степень угрозы XCOM. И, исходя из этого, делать выводы относительно активности своей в том или ином регионе. Не подрывать просто так памятники, если у нас нет в... Первая же миссия, секретная операция, наши попали в засаду. Ну, я не знаю, 20... Сколько там, 1% был? Так, здесь сразу тень. Пожалуйста. Идем искать врагов. Видим сразу кого-то, потому что я не могу переключиться на другую цель. Это четкий знак, что да, мы нашли. Мы их нашли. Эти идут в мою сторону, гады. Двое обычных плюс офицер. Ну, их сейчас надо принимать. Тем более, они сами идут. Добрый, как говорится, день. Раз, царапина, двойка на офицера. Метнулись, метнулись, барсуки. Оп. Еще одна двойка. И даже постреляют у нас. 5 урон, минус офицер сразу. Ай, молодцы. На овер встают, встают оба. И... Ну, верные-верные тут просто. Они достаточно слабенькие для того, чтобы... Держать урон. Но здесь повезло с уроном, конечно же. Первый пак разуплотнили. И да, здесь были люди. Это опасно. Там у меня два овера. Видишь, постреляем. Есть. Троечку под зад, а? И второго... И по сектору даже попали. Видели? Хорошо. Ладно, отступаем нафиг. Отступаем, отступаем. Зомбарь не добежит. Сектоид тоже. И в целом мы можем просто эвакуироваться сейчас. Через... Через ход. Не на этот, на этот не все успеют. А на следующий, да. Может даже кто-то специально усугубляет... Секретки. То есть отправляет неопытных, типа, бойцов. Но подходящих для того, чтобы выбираться. Чисто для того, чтобы у тебя... Было больше миссий. Было больше возможностей. Здесь не только экспажи. Здесь еще желуд дополнительный. Ученый. Эвакуация. Большая карта. Это плюс, безусловно. Мы сейчас проверим, удастся ли нам ученого увезти. Если нет, то я, скорее всего, заново начну. Потому что из-за бага мне не посетили на миссию с инженером, со вторым. Ой, как близко эвак. Очень близко эвак через крышу. И зона большая. И я надеюсь, что мы... Короче, смотрим, где тут поблизости кто. Наша задача добежать до этого здания. Все. Больше ничего не нужно. Ну вот, когда в карте есть пометка «Большая зона», и это как негатив выставляется. На самом деле, для таких миссий это огромный позитив. То есть, чем больше зона при фиксированном количестве врагов, тем меньше вероятности, что вы наткнетесь на этих самых врагов. Ну, это логично. Большая зона плохо, когда у вас там большая группа людей, некоторые из них там тяжелые. Ну, например, тяжелые в плане мобильности. То есть, там какой-нибудь гренадер, нагруженный так, что бегает еле-еле, ему для того, чтобы туда метнуться. А если еще с уваком не повезет, что тебе нужно сначала освободить, а потом вернуться, то, да, это настоящее испытание. Протратил. Да вы издеваетесь. Два раза по 20% секретное задание. Приходится снова спасать пацанов. Так, я узнаю это место. Я узнаю его из тысяч. Этот лес мне тут хоронили столько раз. Но что-то врагов-то я не вижу пока. Здесь овер, здесь овер. Здесь овер. Здесь овер, вы не поверите. И здесь овер. Все, погнали. Те должны дернуться. Для дробаша под овером можно пострелять. Здесь тоже пострелять должны. Начинает. О, царапина. Тухит 60. Чуть, типа, промахнулся от центра, да? Царапина хорошо. 62. Ну, сейчас, по крайней мере, я смогу. Ай, ну что такое? Ну, нельзя обнаружили. Сейчас могут пострелять даже. Овер, овер. Ладно, здесь что? Дернулись. Блин, дистанции серьезные. А, у них еще жилетов нет? У-у-у-у. А как они так? Я его... Я пулю еще следующий пак. Ну, фулл хаос. И здесь надо оглушать, пытаться, естественно. Ну, все, жопа. Ну, как бы здесь гренка напрашивается. И возникает вопрос, как там будет треххитовый штурмовик выживать. Добыча уничтожена еще, кстати. Три, четыре, сорок два. Давай так. Хорош. Офицера двумя. Ну, как бы сто и девяносто пять будет, скорее всего. Бах. Если бы оборудование еще было, не снялось с них. Серьезно? Дод четыре процента. Вот доджи сработал. Четыре процента сейчас сработало. Охренеть. Волк. Фигаре девяносто пять ножом по офицеру. Офицеры. Офицеры. Все, и валим. Даже не буду дожидаться, потому что мы здесь в целом уходим за два-три хода. Хотя подкрепы сейчас прям может быть. Но это все равно два хода. Да, прям сейчас. Ну, в отличие от прошлой миссии, мы, да, получили ранение, но зато убили всех, за кого дают опыт, и собрали весь лут, который только был. В целом, я бы сказал, что это на пять с минусом миссия. Такие миссии... Не выигрываются на данном этапе. Да хватит уже три из трех! Двадцать, двадцать, тридцать процентов. Три события сработали. Вот такие негативные последовательности. И сразу, сразу... Сразу атака. Плохое начало очень. Но при этом, как бы, ты не должен время терять этими товарищами. То есть... Отлично! Минимальный урон и пятьдесят процентов крит-шанса не сработало. Все. Там будет ранение. Ну, вот сейчас урон у дробаша. То ли пять-семь, то ли четыре-семь. Выпала четверка. Ну, не пять-семь, очевидно, да? Или четыре-шесть. И крит еще пятьдесят процентов. Ну, сейчас мне будут в спину стрелять, блин, по флангу. А нет, он спаниковал. Он спаниковал, и это очень хорошо. Понеслась. Опа! Да, хорошо, что я там полхода не зашел. Смотрите, здесь еще два человека. Вот я бы сходил, не дошел бы до верха. Сейчас будем этих пытаться убивать. Хорошо, должны справиться. Четыре. Овер, правда. Блин, овер. И не факт же, что я убью его. Гранатой. Да, вот так. И не убил. Хорошо. Все, ниндзя бежит тогда наверх, получается. Реже того. А нижнего мы дезориентируем. Ниндзя сразу за кавер, получается. Но он блейдмастер, он должен попадать. И учитывая то, что он там плюс единичка еще урона, кажется, он должен сносить эти оставшиеся хиты. Несмотря на большой разброс. Очень многое будет зависеть от того, куда упадет это самое подкрепление. Падает оно на основную группу. Подкрепы не очень серьезные. Два человека, но мы помним, что это... Да, Катерина больше ничего сделать толкового не может. Из него лута не может быть, поэтому убиваем так, через взрыв. Здесь пока что просто бежим, оставляя за спиной врагов. Бежим к Иваку. Это наша первоочередная задача. И нож 80. По сути, остался только один человек сзади. Раненый. И лут, который надо собрать. Сейчас нам дадут два, а то и три хода до следующей подкрепы более жесткой. Но это уже, блин, третья секретная операция. С низкой вероятностью, типа 20, 20, 30. Которые срабатывают. Вот эти вот вероятности срабатывают. Реком говорит. Привет, Мик, слышал Краймуха. Ты новую установил. Наша сегодня игру какая-то. Да, да, да. Это первая... Это новая игра. Вышла, правда, лет пять назад. Но для меня она реально новая. Вот. Сейчас вот пытаемся уничтожить ретранслятор. Так, заложите заряды. А это что? У-у-у, это новый тип миссии. Заложите заряды у псепередач, задержите передачу от... Вот у нас подстанции. У-у-у. Раз, два. И тут делиться надо, получается. То есть нам нужно вырубать вот эти вот темы, да? Это, короче, как с этим, как с... Как с поездом. Как с поездом, Тима. Дымовой. Ой-ой-ой. Не, может быть, даже и хорошо. Правда, у меня оверов нет. Два человека, пулеметчик этот. Ну, этих надо прорашить, сразу стрелять по... Ну как, а как? Вы же ушли в темноту, алло. Ну, сейчас вся карта. Я вертел, еще дрона не хватало. Ладно, дрона мы можем, если что, выключить спецом. Там 50%. 65. Давай, родной, нужен. Ну как, ну как? Ну... И это еще шкала собака, блин. Погнали. Повезло. 40%. Тут прям надо врываться, врываться. Есть! Крит пропер! Брюсыч идет пытаться убить этого товарища. Это не тот товарищ. Вот. Красава. Ну как-нибудь. Ну я понимаю. Через... О! О! Пеп! Респект! Все, все дезориентированы. Время есть. Соответственно, здесь сокращаем на будущее. Поддымчанский. И закидываем дым. Ой, хорошо, он потратил свой ход на перемещение и метку. И остался только один товарищ. И... По спецу стреляет. Сколько? 40, 50, 53. Изи. Так, вот сейчас должен разруливать. Да, командир. Ну, грянка не убивает, но грянка неприятно. Защита все поглотила. Изи, просто изявая миссия. Изейшая, темнейшая. Ну кто это? Кто это? Кто? Со мной давай дуэль. Я собираю весь лут. Я убиваю всех, кого только можно. Не получаю ранений. Леммингами иду вперед. Ну как не выиграть в этом траве? Да, пусть он первый. Да, пусть он сложный. Но вы видите, что происходит вообще на экране? О, лут. Нет, не лут. Ай, подкрепление. Но кажется, это уже не важно. Потому что уничтожение плюс С4, это уже... А нет, эвакуация нужна. Опа. Развиваешься медленно. Ты медленно развиваешься, аватар. Минус один. Вот это ты, смотри. Оп, смотри. Оп, и тебя нет. Медленно развиваешься. Обязательно нужно сказать что-нибудь такое. А вот это... Вот это вот все. Просто чтобы вот, ну... Для баланса. Я как-то общался с енотом. Это плохое сравнение. Ну, он же тебя сделал, правильно? Хагош, вот. Хагош, безупречно. Мне игра говорит безупречно. А аватар говорит, ты медленно развиваешься. Так, у нас разбойное нападение. Причем разбойное нападение очень опасное. Для нас. Потому что там леммингов больше, чем нормальных пацанов. Там только два человека. Так. Что, у нас ниндзи нет, что ли? Два, три, четыре, пять. Пять эвак далекий. Блин. Ну, это миссия контактная. Да, и у меня нету невидимых людей. То есть мы идем, и... Удачи нам. Увели кого-то уже. Три человека. Два пулеметчика. Ё-моё. По лоук рейте, плюс не дезориентированный один. Это огромная проблема. Кромах двадцать семь. Овер. И вот это опасный очень выстрел. Да, попадает. Так, сорок три попал. Сорок три попал. Сразу ранение. Ну, лучше шестьдесят восемь здесь. Снайпером, типа, право пытаться убить. Ну, это... Шестьдесят девять. Как-то дальнего надо нейтрализовывать. Ну, что вы мажете? Восемьдесят четыре. Шестьдесят девять. Охренели, что ли? Вы чего? А-а-а. Здесь же у нас фланг. Восемьдесят восемь. Не факт, что бьем. Восемьдесят восемь мимо. Да вы что делаете там? Хочется задать вопрос. Хрена ли вообще? Что за вероятность? Алло, игра. Восемьдесят... Что? Что? Сейчас меня размотает этот упырь. Шестьдесят девять. Чуть не последний шанс. Слава тебе, господи. Как ты меня бесишь? О, спулили. Ситуает плюс. Ой, змея уже. Ай-яй-яй-яй. Ай-яй-яй. Да ты издеваешься. Серьезно. Четырнадцать процентов доджа. Что? Блин, что? И сейчас еще давай. Блин, отлично. Блин, я шесть ходов оставлю. Ну, потеряли, конечно, новобранцев, но... Тут уже... Ладно. И рывок, снимаем овер. А там два овера, кстати. Давай. Три. Ладно, потеряли одного нубаса. Тем более, он все равно на твич ушел. Спасли ценную понтяшу. И... И собрали даже небольшое количество ресурсов. Ну, тут на миссии были новобранцы. Девяносто девять материалов! Нифига себе, вынес! Офигеть! И модифицируем... Нет, это плюсовая миссия. Даже с учетом ранений и потери новобранца, это мега-плюсовая миссия. Оооо! Сто материалов с миссией! Притом, что не все вынес. Так может мы... Купим еще одного инжа... Ой, ученого? Новая цель. Пять дней. Эвакуируйте. Пулеметчик. Эээ... Эээ... А? Где? А? У... Ооо! Просматривается, кажись, комп. Да, есть дырка. Есть возвышения какие-то. То есть, по сути, наша задача... Каким-то макаром... Вообще, лучше здесь с этим... С специалистом идти вперед, а не ниндзи. Понятненько. Надо найти точку, с которой можно будет специалистам издалека сломать, не привлекая внимания. Ё-моё. Чё-то есть, чё-то есть. Вот, есть отсюда. Отсюда есть. Отсюда. Можно подальше, сверху как-нибудь? Есть. Так, теперь надо, чтобы они просто ушли. Ушли из вижены. Они идут вперед. Здесь четыре хода, чтобы ситуация нормализовалась. Нормализовалась! Подождите, я не могу. Нормализовалась. Дрон, пак и пак. Так, хорошо. Допустим, ты ломаешь. Ты ломаешь... Ход заканчивается, когда ты ломаешь. Для начала. Тебя под контроль, тебя убивают. Так, а вызов Ивака от ниндзи, он приводит к... Ну, на время молиться, в общем. Эти уходят. Уходите, пожалуйста. Все уходите, все. Подальше. Есть! Никого не вижу и ломаю, ломаю его полностью. Так, осталось только после этого эвакуироваться. Я вижу сектоида, но это подсветилась зона. Новый повстанец. Повстанец. 37 изи. Да куда? Ну, е-по-ресет-те. И дальше нужно кидать Ивак непонятно куда, чтобы про... Пережить это все. Обнаружение... Ну, ориентировочно назад я бегу просто. И туда же кидаю... Кидаю Ивак. Может. Хотя, подожди, я же могу ход сделать. А, изи, смотрите. Клеточка раз. Ломаем два. Что вообще? Как? Ну, это полезный опыт такие миссии пытаться проходить. 40% дай мне за эту миссию. Да, еще из материалов. Изи, подрезали. И такой эвак. Просто эвак. Эвак на этот, на фак просто. Раз и все. Показал и улетел. Красава. И ниндзя такой. А, ниндзя не может, да? Все, я теперь эвакуирую. Изи, просто изи. Вот так вот. Хороший миссия. Да что за лак? Тактично. Разведка туда. Там дрон. Сюда. Увидели два пака. Ага. Сдвинулись. Все на пределе просто. На пределе скила, на пределе ходов. Увидели, сломали, отошли. Продержались. Класс. Хороший миссия. Сложный. Вот он, рейд за материалами первый. На 7-9 врагов. У меня летит 4 человека. Жнец, спец и два рейнджера. Ребята хорошие, ребята опытные. Я бы сказал, что они самые опытные. Самое главное не работать больше, чем против одного пака. Так, а что у нас по... А, во-первых, возвышение. Есть уголок. Я бы даже оставил... Оставил народ... Для начала здесь. На... Да куда ты, мисклик? Тебе, мисклик. Тебе, мисклик. Тебе, мисклик. Так, все, не... Да что-то... Жнец у нас будет идти первым. Блин, сейчас бы жнец успеть врубить до того, кто меня увидит. Нет, не успею, видимо. Дезориентация. Повезло, 40% нетронения. Остальные могут... Успевает, да? Успевает, сука. Защита, защита. Так, в жнец уходит. 56 здесь надо стрелять. Раз. У меня пристрелка есть. Отличный. Неверный выстрел. Минус один. Выходит дальше. О, хорошо, там двое. И четвертый здесь. Окей. Окей. Как мы будем действовать? 90 нет, 90 нет. Вот этот вот опасный. Ай, хорош. Начинаем с тех, по кому больше вероятность. Есть еще одно ранение. Перезарядка. Пристрелки нет, к сожалению, у адвоката. Но он продолжает 75 стрелять. Ай, молодец. Минус один. Дмитрий Михайлов стреляет по ближнему дебютам. Плюс у него пристрелка, плюс у него... Нет. У него не будет уже верного выстрела, к сожалению. Но благодаря пристрелке это 50-70. Есть. Минус два. Добиваем верным. Я не хочу ближе подходить. Вдруг там новый пак уже подходит. Меня, в принципе, устраивает весь тот расклад, который после... После того, как мы на эту миссию пришли... Ну, то есть, после того, как мы увидели первых врагов. Это уже большая удача, что мы без ранений убили 5... 5! 5 человек, Карл! 5! 5 из 7-9. От 2 до 4 осталось. Нормально живем. Ранения даже нет. Сейчас змеюку под люку по это самое... Минуснем. Даже, наверное, начинаем со спеца, потому что у него... Есть. Минус змейка. Плюс лут. У-у-у. Модифицированное автозаряжение. Можно гранаты последнего добиться. Но я думаю, что один раненый человек вряд ли погоду сделает. Он подходит. Может, конечно, раненый. Низкая вероятность. Отлично. Все. Собираем ресурсы. Флангуем, убиваем. И первый же рейд за ресурсами увенчался успехом. Несмотря на очень хреновый пул. Очень хреновый пул. Ребята справились. Молодцы. Безупречно. Без ранений. Посмотрим, что нам даст эти ресурсы. Трупы, в первую очередь. Огромное количество трупов. Они нужны на исследование. Материалы, инопланетные сплавы, кристаллы, трупы, трупы. Жирно. Я после этого делаю, соответственно, госпиталь. Миссия с ограничением на количество ходов. Там будет окно всего лишь в 8 ходов. В новый регион вовремя ушли. Высокая бдительность. Сил адвента выше. И мы вскрыли солдат адвента. И сейчас нужно, типа, делать зону испытаний. Не везет мне с этими заданиями. Ловит опять. Так, у нас есть ниндзя, во-первых. И нас сразу не спулили. Это уже хорошо. Но вот это место, блин, я его помню. Меня тут мутон шатал. Милишный. Давай здесь больше. О, и второй пак здесь. Ну вот, пожалуйста. Видите, шаг влево, шаг вправо. Уже все. Уже начинается экшн. Эти выходят на меня. Ну ничего нового, блин. Я, по крайней мере, не вышел сам на них в рамках одного хода. Правильно? Еще, 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 еще. Промах 74. И промах 55. Слушайте, а может здесь серию сделать? Как раз я смогу как минимум сделать два выстрела. Серия пошла. Раз. Ну поэтому 84. Шанс хороший попасть. И убить самое главное. Раз. И у меня будет еще второй выстрел. Я, по крайней мере, сниму с этого... Нет, серия имба. Я вообще брал для миссии определенного рода. Ну типа этих, как их. Все, минус. Скорее всего, сектоид. Красава. И выходят в следующий пак. Не, ну пора уже. Так, пошло пси. Блин, вот это так мне не нравится. Конечно, когда со старта начинается вот эта вот хрень. И контроль пошел. А вот это плохо. Так, ну здесь верный получается. Кстати, я мог с верного начать. А, на овере стоял другой. Блин, как же мы хорошо методично перестреливаемся вообще. Минимизируем шансы теми ресурсами, которые у нас есть на руках. Давай, снимаем овер здесь. Хорош. Как я без верного и выстрела вообще жил раньше? Я не знаю. Честное слово. То есть это настолько... Настолько удобный способ нанесения урона. Не, просто валим. Мы наших спасли-спасли. Опыт получили-получили. Даже какой-то лутецкий получили. Справились. Молодцы. Да. Не, начало у нас более-менее такое уже отработанное. Такое. Большинство миссий выполняем. Пулеметчик пробуем спасти. Но задача максимум спасти випа. Так. Кажется, это плохая карта. Здесь мост будет посреди. Перед этим зданием. Да, я уже вижу очертания моста. Но они не уходят. Все, пошла аркада. Попадает. Мобильность минус сразу. Овер. И... Мимо, да? Овер плюс еще. Потом фланг будет. Потому что он ранен. Если бы не попали, я бы дальше добежал. До фулл кавера. Это было бы спасение. Но вот это риск. 50% где-то. Да. 50%. Да, у Ниндзи уже легкий шаг. Поэтому он не стригерил. Ладно, штурмашинам не нужны. Это, кажется, первая проваленная миссия. Вот буквально проваленная. Взломайте терминал. Погнали. Так. Часть миссии пропустили. Увы, в этом регионе. Какое-то количество материалов. Ну, под лазерное оружие нам деньги нужны. Я думаю, хотя бы нам на две, на три пушки базовые. Поезд взрывается, во-первых. Ой, а че мы на дне в канаве очутились? Ну, че. Слева подходит. Вниз. Спускается. Значит, у меня есть какое-то время, чтобы с этим справиться. То есть, те еще ходик должны будут куковать. Я предлагаю сейчас начать мочить козлов. Причем я начну с грянки сразу же. Леммингом. Потому что это приведет сразу к... Ну, это большое количество урона от человека, который другой урон не сможет нанести. Пах. Три-три-три. То есть, снайпер столько не нанесет. Не нанес бы. Давай. Даже скрипта может убить. Ай, я хит оставил. Ну, вообще, тут снайпер еще прицеливался. Шестьдесят семь. Раз. Пятьдесят на пятьдесят. Хорошо. И верный выстрел два. Очень хорошо разобрались с паком. Семьдесят восемь, правда. Не факт, что разобрались. И кто это еще? Разобрались. Молодцы. Так, змейка-дуплет. В любом случае тут. Прям серьезный дуплет такой. Максимальный. Не факт, что убьем, но вероятность очень высокая. Отлично. Девятнадцать урона. Есть минус кавер. Сейчас сектой до этого убьем. Скорее всего. Но это не точно. Семьдесят три. Там еще рейнджер должен стрелять. Молодец, попали. Девятнадцать девять. Да, окей. Let's throw this. Больше уж не может быть. Не может быть. Еще справа. Есть человек, с которым можно денег взять. Снижается стоимость контакта. Нет, это мне не нужно. Но... Кэш разведданных не... Не получили. Уже хочется лазерного оружия. Я его не с сильным приоритетом. Я, видите, сделал сначала эти же радиосопротивления. Потом еще параллельно в эти... В зону испытаний со вскрытием солдата. И только сейчас... Ну, хорошо, что я, типа, держусь без лазерного оружия, но... Можно было его получить где-то три недели назад. Материалов 22. Разведданных десятку. Модифицированный глушитель. Чушь, конечно, редкостная, но что есть, то есть. Что, здесь сканим. Обдительность уже три. Снайпер эвакуируется. Ну, попробуем. Еще одна аркадная миссия. Вижу крышу. Не знаю, с какой стороны подходить. О, у нас Ситрэп, разведка местности есть. Может, чуть-чуть поможет. Увидели кого-то уже. Ё-п-э-э-с-э-т. Уходит хорошо вправо. Вот эти вот главное, чтобы не на меня побежали. Так-то мы можем проскорить. Здесь семь человек уже. Это, возможно, вся карта. Так. Ну, здесь-то мы точно бежим назад. Может, с той стороны нам не пройти, не проехать. Раз, три, четыре, пять, шесть, семь. И там двое. Это вся карта здесь. То есть можно бежать вперед. То есть дронов не будет, никого не будет. Просто всю карту пытаемся бежать. А здесь смотрим и угадываем момент, когда можно будет метнуться, уйти в лес. Да и вака как-то нужно, да и чё. А меня блочит уже здесь. Твою же, Шмидь. Они как будто чуют мой страх. Осталось семь ходов до конца миссии. Мне беспокоят те, кто на подкрепе прилетел. Они как будто знают, куда бежать. Не совсем. Так, ну что мы будем делать? Забираться с этой стороны. Те далеко, эти далеко. Я думаю, надо. Блин, такая миссия. Такую миссию просто проходим. Шаг за шагом. Перегораживают путь враги. Там патрули туда-сюда. Подкрепления прилетают. Как-то проходить без Гочи. Без Гочи я бы не взялся такие вещи проходить. Потому что там каждую клетку нужно просматривать. Ручками просто. Чтобы убеждаться в том, что, ну, тебя не заметят реально. Либо у тебя должен быть мега-опыт и мега-преимущество, чтобы ты мог... Ну, либо скипать эти миссии просто. Справа ещё какие-то проблемы были, да? А, стоп, взломайте терминал. А чё, я скипнул его? Погнали ведь. Так, миссия сложная, потому что мы в канализации. У нас время на передатчик. Эвак по запросу. Подкреп много. У нас много, конечно, здесь. Но здесь вижу врагов. Там продвинутый солдат уже один. Если бы это был один пак, я уверен, что там прямо справа. Сейчас на Увере, скорее всего. Должны их ловить. Погнали. Добрый день. Надо было убирать более жёсткого, естественно. Пробуем его с крита убить. Хорошо. Начали хорошо. Далее. Ниндзи у нас остался в скрытности. Поэтому потихонечку подходим им. Сразу спул. Ой, плохо. Два сектора до змея. Ну, здесь надо аж рашить гранату кидать. И ещё слева пак. Ладно. Ну, объект уже близко. Я не докину гренку, скорее всего. Не, докидываю. Нормально. Идеально, я бы даже сказал. Погнали. На троих. На троих. Сейчас главный кавер снять с ближних двух. И всё. И даже несмотря на то, что у нас двое уже отходили. Я взрываю, взрываю. Пофиг. Сейчас змея, два сектоида. Нафиг надо. Пусть лучше змею мы взорвём. Даже с лутом. Но... Жалко лут. Погнали. Раз. Лут взяли. Панику сняли. Где есть, соответственно, два. Хорошо. Всё. И они дезориентируются. Никаких способностей будет. Плюс серьёзный штраф. Они могут стрелять где-то с вероятностью процентов 40 по людям, которые перед ними сидят. Но это штурмовики, которых, во-первых, не жалко. Во-вторых, у них нормально всё с... Точно никак? А ну-ка, внимательнее. Вот же. Да, правильных ребят взял на этот уровень. Короче, правильных. Понял. Ладно, тогда взрываем, снимаем овер. Взрываем, убираем, соответственно, броню у дрона. Снимаем овервотч. Это даёт возможность нашим товарищам... Красиво. Ну, сейчас последнее действие у него. Он реально может сейчас меня убить. Потому что я тут подставляюсь. У меня тут 5 хитов. А он действует. Так, но он не флангует. Ой, флангует. Блин, бедный Кроу. Нормально, нормально. Для такой миссии... Вполне, вполне нормально. Молодцы. Молодцы. Сюда же шли такие товарищи-средники, там штурмовики, какие-то там гренадёры неопытные. Да, это канализация. Ну, метро называется вообще-то. Уничтожить передачу. 15 часов. 7-9. Дикость. Так, слушайте, миссия опять та же. Только у нас проблема с тем, что надо... Надо быстрее двигаться. И всё, увидели кого-то. И спулили сразу. Пошла, жара. Три человека минимум. Из гренка всяком. У меня гренадёра, кажется, нет. У меня гранат нет. Охренеть. Верным выстрелом пробуем покоцать. Да 83 мимо. Так, стой, аккуратно. Стальбая идёт по Дмитрию Михайлову. Попадают. С какой вероятностью? С невероятной вероятностью. Так, серия, погнали. Раз. 84. Надеемся на попадание, потому что иначе серия закончилась. Сика. Нас определяют. Добрываться. Да уже жопа идёт. Ходит безликий, я слышу. О, нет. Я с этими справиться не могу, там безликий. Попадание. Живём как-то. Как-то уходит. Справа безликий. Всё. Михаил и сетки погибает. Так, надо Ивак. Надо срочно Ивак. Надо Ивак отсюда уходить. Нас тут очень мало. И если я побежал бы вперёд, я напоролся, скорее всего, бы на этого. На безликих. Да хватит ранить, блин, достали. Как 4 ход держаться. Блин, это жесть. Это следствие отсутствия, отсутствия лазерного оружия. Сейчас были бы дробаши, были бы какие-то пулемёты тяжёлые. А вы всё попадаете, да, 42? Капец, я попал, конечно. Всё, минус. Но это ещё не всё. Безликих, чтобы он не перемещался. Это раз. В одного, скорее всего, будем прям весь урон вкидывать. Ну, для того, чтобы... А третьего будем пытаться дезориентировать. Три хода продержаться надо. Как я страдаю от отсутствия оружия. Так, там овер ещё. Всё ещё от дальнего. Здесь надо отходить полностью и закидывать дезориентацию. А-а-а, всё, что ли? Всё, у меня все ходы закончились. Уходим сюда, глядишь, мы выманим. И кидаем дезориентацию на троих. Надеюсь, что им не хватит ходов до меня добежать. Но ещё, блин, три хода. И этот дез... Кровотечение... Добегает. Минус фогидж, скорее всего. Ромаж. Живём. Царапина. 80% урон. Добегает. Капец. Дезориентация их не останавливает. Нет, это фулл был ход. Ещё сейчас, может быть, могу бежать. Это вообще фейл миссия, капец. Надо было внимательнее к ней. Вот здесь дуплет, видимо, нужен. Дальний. Здесь оглушение нужно. 92. Да. Ход выиграли. Но это ход, ещё два же нужно. Там овер. Сейчас Дмитрий Михайлов этого не убьёт. Да, я не знаю, что делать. Овер. Ну давай, овер тобой. Сука, он попадает. Так, тут вплотную идём. Кому-то написали, друзья. 8-16. Я не убиваю его, скорее всего. Есть, убил. Ох. Соответственно, здесь... Дезориентация вот так вот. Да ладно! Забыл! Нет! Минус тень. Сука. Забыл. Почему я думал, что я не выйду из тени? Потому что, когда ножки кидаешь, ты не выходишь из тени. Всё, минус это. Минус тень. Да его даже ближний убивает. Уходить, овервотч же будет. Ну, либо овервотч, либо тебя просто сносят. Блин, попадают. Они всё попадают. 28 он попал сейчас. Открепа. Ну, после такого, да, заканчивается трая. Так, этот добегает до меня, да? Они всегда знают, куда бежать. Это такая имба просто. У меня же не видно было здесь, а он добежал. А-а-а, здесь стася закончился. Это может быть минус снайп. Сколько хитов 5? 4 ранения. Сука. Ещё стреляют. Фулковер. 15 мимо. Есть ваг. Но у меня уйдёт максимум двое. Да он не добежит, у него здоровья нет. Фогич минус. А всё потому, что надо внимательнее читать описание. Если б я увидел, что это... Что там есть и безликий... Петер, блин, твою мать. Убери эту хрень вообще-то. Зачем? Ты же не профессиональный стример. Всё. Спасибо. Без проблем. В результате ни хрена. Минус 3 человека и 2 жёстких ранения. Лиссориус, Стрей и Фоги. Миссия провалена. Минимум. Два персонала сопротивления. А, туда нельзя никого добавлять? Да ладно. Серьёзно? Я забыл этот тип. Просто подтвердить. Нифига себе. Я не помнил этого. А, то есть это вообще базовыми чуваками мы будем воевать. Ой, я вспомнил, наконец-то. У-у-у-у. Так. Минус этих миссий. Во-первых, там на тир, кажется, ниже всё. Но у тебя базовое оружие, у них тоже поменьше. Но мирный, кто-то из мирных, может быть безликим. Надо присматриваться ко всем голубям. Слежка за шпионом Адвента позволила вычислить тайное место встречи с войсками противника. Вторая встреча необходима очень быстро. Потому что мы не можем ждать прибытия Мстителя с солдатами. Небольшая группа добровольцев под руководством Чумандра направлена для нейтрализации угрозы. А-а-а. Вот поэтому нам сюда и надо нормального человека было отправлять. Они уходят. Это хорошо. Ну, разместимся вот здесь на возвышении. Будем ждать, когда они вернутся. Правда, обзор пропал немножечко. И, как следствие... И все. И понеслась. На всех случаях век надо будет вызвать после того, как мы... Я жду их возвращения и будем уже на Овервотче. Что у меня там товарищи точно подставляются. Идут? Дах! Я сейчас гренку кину, а? Честное слово. Все, пошел кидать гранату. Ну, сколько можно? Они туда-сюда, туда-сюда. Задрали уже. Минус две добычи. 60% не попали. Полу кавер, блин. А он сейчас будет попадать. Да идите к черту! Что такое? Блин, ну... Поторопился. Надо было, конечно, на Оверах. Ну, реально, там не постреляли двое на Овере. Он на предельной точке. Пострелял, попал. Я не попал 60, он попал 50. Все, как бы. Блин, спулил. И безликий. Охренеть. Контроль, пошел. Буквально контроль. Нет, пошел, стреляем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, мне нужно срочно восстанавливать контроль над штурмовиком. Иначе жопа. Безликого мнения убить. Здесь ориентация должна быть. Здесь хрен его знает. Все это шум возвращаем. И это не все. Еще шпак есть. Мне кажется, еще безликий есть. 92. Ближе, чтобы 100 было. Хорош. Ну, хоть вот-вот я понимаю, что чудо. Ну, ребят, ну, соберитесь. Тейсовер. Да ладно. Очень повезло мне. Может, это все, а? Мне должно быть больше. Скорее всего, еще безликий появится. Я не мог понять, а почему безликих убрали с миссии террора? На самом деле, у меня не было еще этой миссии террора. Где вот они просто берут и появляются из мирных. Сейчас должен безликий появиться, по логике. Да. Ох, мы потеряли только одного Лемминга. Но сейчас я бы... Откуда деньги взять? Нужно... Нужно хорошенечко... Вооружить по одному человеку. На каждом... В каждом из регионов. Поздно нашли эту миссию. Но это не раскачанный регион. Я тут пытаюсь что-то сделать. Минималка. Тоже большая карта. Точно пойдешь. Рейндж, рейндж, гранатометчик с... С гранатой. Нет, это хороший состав. Погнали. В целом, у меня там потери были. Один штурмовик, который, типа, не очень нужен. Жнец. Жнеца очень жалко. Надо его восстанавливать. Надо его восстанавливать. На спецоперациях. В финале смотрим. Пять человек. Шесть человек. Очень важная миссия. Очень важная миссия. Так, рейнджер хороший. У него и пристрелка, и бонусный урон. Правда, нет лазерного оружия. Две заморозки. Внимательно. Локич. Снайпер с возвышения плюс бронебой. Саппорт. Пулеметчик. И еще один рейнджер. Ребята очень толковые. Бежать реально далеко. Будем отталкиваться от чего? Правильно. От убийства всего. Подходят. Этих мы морозим. Видим, да? Да, видим змею. Здесь надо морозить. Погнали. Работаем, блин. Почему два замерзших, а не три? Две змеи все-таки там было. Так, хорошо. Ой, хорошо они выпрыгивают. Почти хорошо. Ладно, не очень хорошо. Так, первый приоритет справиться с теми, кто... Кто здесь? Как я хз? Но надо справляться. Ну, это часть убийства только. Я должен подставить фланг. Дальше как-то спровоцировать, убить. 142-42. Понятненько. Здесь не теряем время. Стреляем снайпом, пока есть опции. Раз. Ладно, здесь 85. Не буду я тратить ход, чтобы обойти. Хорошо. Дальше мы змею должны слева пытаться убивать. 90. Хорош. Дальше здесь снайпер стреляет по цели, которую не надо было обходить. Хорош. Ох, разбираемся, а как? Она проверяем. Молодец. Так, пять человек убили, все хорошо. От двух до трех, от двух до четырех. Ядрой Лерия. Ух ты, подкреп уже здесь. Ломаю. Два новых повстанцев. Погнали. Конечно. Конечно же, конечно же, конечно же. Как-то я не хочу повстанцами сейчас полностью выбегать. Я выбегу так, чтобы они на следующий ход могли рашануть. Потому что за дверью могут быть враги сразу. Знаете? И здесь я бы прям уже всеми бежал. Почти на пофиг, как оно там получается. Потому что там остатки типа четыре человека плюс пак. Может, ну, серьезные проблемы у меня вызвать. Пачка сзади вроде. Ой, зато Мэг. А кто у меня тут стоит? Алло. Почему не пробегал? О-о-о-о. Побежали, блин. Смотрим, кто здесь. Наверняка есть кто-то. Никого. Хорошо. Нет, есть. Три человека. Так, продвинутый. Так, подожди. Не эвакуируй всех сразу. Задний вроде ход не успевают. Здесь одного из двух можешь спокойно заморозить. Например, офицера заморозят, а этого убить. Так, еще один лемминг уходит. Леммингов реально очень много. Это радует. Здесь, соответственно, стреляем по офицеру Адвента раз. И его же заморозим. Да-да-да-да-да. Да-да-да. У него гренка. Это единственная цель, по которой я могу нормально работать. Ну, цель направлена. Кроме перемещения просто я ничего другого сделать не могу. И все получается. Ну, я надеюсь, что до меня просто не добежит слева вот этот вот самый опасный. Я ему и подставил лемминга. И он Хасану Баса убивает новобранца моего нового. Ну, как мне снять овервотч? Ну, ё-моё, какая царапина. Ну, да. Винтовых лазерных по-прежнему нет, понимаете? Мэка надо сапрессить обязательно. Погнали. Хотя он часто выбегает просто из сапресса. Вот это бесит. Новая подкрепка. Ё-моё, четыре человека сразу. Это точно должен быть последний ход. Из шести потерять одного, это очень хороший результат. Тем более, ситуация, как вы видели, была не из тривиальных. Не из простых. Как я предполагал, напоролся. Безупречно написано. Ну, Хаса не считают, но Баса потерянного. Пять человек спасли. Для нового региона это прям очень круто. Десять инопланетных сплавов. Еее. Мало инженеров, погоди. Так, в госпиталь нужно отправить. У меня... Может, лабораторию с таким количеством инжей? Но всё равно ты упираешься. Вот, защитный жилет сейчас будет. Сплавов 12. Еее. Хотя бы там по штучке, по две на отряд. Здесь мы готовимся. Защитный жилет. Готов. Один добавлен. И ещё сканер. А, боевая и мобильная броня, это уже следующий тир. Это для тяжа. Я не буду тратить инопланетные сплавы. Магнитку можно потратить. Новый тир оружия. Но сплавы нужны. Ё-моё. Новый тир оружия. Я бы сейчас инвестиционный грейд сделал. Но я не хочу тратить инопланетные сплавы. Которые у меня есть на... Давайте. Инженерные процессы. Хотя нет. Не-не-не. Давай лучше исследование. Это плюс типа... Минус требования одного учёного. Нет, подожди. Может быть мы возьмём не вскрытие... Мы возьмём технологичный какие-нибудь... Исследование. Типа... Вскрытие. Вскрытие. Вот они. Сектоиды, вайперы и прочее. Не препарирование, а именно вскрытие. Там мимики этих раньше давали. Давайте сектоиды. Да-да-да-да-да. Погнали. Там пси, вот эти вот все защиты и прочее. Погнали. Всё, сплавов нет. На три миссии мы народ отправили. Но мы их экипировали, друзья. Мы их экипировали. Прекрасно. Ноль сплавов, ноль лерии. Три миссии. Семь дней, пять дней, один день. Один день, соответственно, освободится. Мы продолжаем сканить. Ну что, побег. Семь-девять. Новобранцы. Погнали. Ой, друзья, уже 12. Время за Икскомом летит. Просто незаметно. Прекрасная игра. Я думаю, пора заканчивать. Мы в хорошем темпе по исследованиям. В хорошем темпе по изготовлению. Всё тут тютелька в тютельке. И вот с этой миссии мы завтра с вами и начнём. Я благодарю вас за то, что смотрели.